Приговор по этому делу стал очень дорогим для фигурантов. Во многих смыслах подсудимых приговорили не только к большим срокам, но и к многомиллионным штрафам. Финал процесса провели с учетом актуальной повестки. В зал в целях медпрофилактики телеоператоров не пустили. Работала только камера Мосгорсуда. А само заседание и вовсе транслировали в официальном аккаунте суда в сети Инстаграм. На скамье подсудимых потускневший цвет российского следствия. Бывший начальник управления СКР Центрального округа Москвы Алексей Крамаренко отставной руководитель собственной безопасности того же ведомства Михаил Максименко и некогда главный следователь столицы Александр Дрыманов. Признаны виновными в получении взятки в размере одного миллиона долларов США за принятие процессуальных решений в пользу обвиняемого по уголовному делу Кочайкова, повлекших освобождение его из-под стражи. Следователем платил так называемый вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Он пытался вытащить из тюрьмы своего знакомого Андрея Кочуйкова, который угодил туда после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Тогда погибли два человека. По оперативным данным за свободу Кочуйкова Шакро был готов заплатить несколько траншей офицерам СКР. Те свою вину отрицают до сих пор, особенно Рьяна, бывший генерал Дрыманов. Дрыманова осудили еще и за получение денег от своего зама Дениса Никандрова. Он, в общем-то, стал одним из главных свидетелей, дал показания вообще на всех бывших коллег. Получил чуть больше пяти лет колонии и уже вышел досрочно на свободу. А вот остальных фигурантов суд сегодня приговорил к большим срокам. Михаилу Максименко дали 14 лет лишения свободы, Александру Дрыманову 12, Алексею Крамаренко 10. Всех лишили званий. Суд, ну это его принял решение, снизил те сроки наказания, которые запрашивало гособвинение. Ну, что, по крайней мере, нас хотя бы в этом немножко радует. Приговор сами подсудимые слушали молча и лишь качали головами. Видно было, что новость о сроках далась им нелегко. Неподъемной может оказаться обязанность уплатить штрафы. Суд обязал отдать государству 642 миллиона рублей на троих.